Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про образование, а именно про единый школьный портал, который уже некоторое время работает в Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложение – наш телефон прямой линии 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Оксана Владимировна Романовская, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по науке и образованию. Здравствуйте! Здравствуйте! А также Алексей Михайлович Щербаков, старший инспектор управления образования. Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Алексей Михайлович, Оксана Владимировна, ну, вопросы образования – это, в общем-то, вопросы неприходящие. Всегда наши люди хотят что-то улучшить, что-то поправить, что-то убрать. И, насколько я понимаю, единый вот этот школьный портал – это как раз-таки новшество подобного, которому раньше у нас не было. Совершенно верно. Я даже не знаю, с чем это сравнить, разве что, когда вот ЕГЭ у нас ввели глобальное, что-то такое большое произошло, и люди массово начали обсуждать, опять же, что же происходит в школе. Ну, давайте начнем вот прям с самых базовых и таких очевидных вещей. Что такое вообще единый школьный портал? Зачем он нужен? Школьный портал Московской области – это единая образовательная среда для педагогов, обучающихся и родителей. Скажем так, цель создания системы – это повышение качества образовательных услуг для жителей Московской области за счет автоматизации учебно-воспитательного процесса и увеличение контроля со стороны управления образованием. Инициатором создания системы выступило Министерство образования Московской области, и в первую очередь портал создан для удобства родителей. А что это вот, в принципе, такое? Ну, понятно, раз портал, значит, это интернет-сайт, я так понимаю, некий. Да. А что на нем вообще находится, что он собой представляет? Ну, давайте я немножечко скажу, что это система введения еще электронного журнала и электронного дневника. Вот. До этого у нас, до этого проведения, этого портала у нас был электронный дневник, но данный портал – это более расширенная и интересная среда в области образования. А вы имеете в виду раньше был электронный дневник, а вы имеете в виду федеральную программу, всегосударственную, да? Да, да, да. Не внутреннюю некую району. Я, насколько знаю, вообще данный вот дневник РУ, по-моему, называется, боюсь ошибиться, он все еще есть, он не был. Нет, он, это не… По крайней мере, в нашем Денцовском районе эта система уже, скажем так, не функционирует. Не функционирует, да. У нас своя. Вот как раз и есть Московская. Почему считаете, что то, что не получилось там у того проекта, здесь будет принято по-другому, и, в общем-то, пойдет гораздо плавнее и хорошее? Ну, скажем так, школьный портал намного разнообразнее, намного, скажем так, функциональнее тех систем, которые были ранее в нашем Денцовском районе. И, на мой взгляд, это пользуется большим спросом, нежели системы, которые были до школьного портала. Значит, школьный портал – это не только, например, электронный дневник или электронный журнал. Содержит очень много приложений для обучающихся, для их родителей. Ну, например, есть библиотека электронная, где могут ребята учебники или какие-то тесты получить, методический, дидактический материал посмотреть там. Далее. Также есть приложение, называется прям «Экзамен». То есть ребята могут пройти тесты и по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. А еще хорош тем, что электронный журнал для педагогов и для администрации школы больше функций. Каких именно? Что учитель может прямо в системе онлайн, когда ведет урок, выставлять сразу оценки, выставлять всем домашние задания по окончанию урока, сразу прописывает. И родитель, есть мобильное приложение, и родитель, находясь в любой точке, на работе, дома, может сразу отследить, как ребенок провел сегодняшкольный день. Я могу, в общем-то, находясь утром в пробке, сразу узнать, что мой балбес опять получил двойку. Да. По химии, и выговоры отучить человеками. Да, и причем там видно, за какой вид работы он получил двойку. Или не подготовил домашние задания, или за контрольную работу, или за тест, или просто за ответ на уроки. У меня такой вот к вам вопрос. Вы сказали, что там будет присутствовать, вернее, уже присутствует набор педагогической некоторой литературы, учебники и так далее. А как дела обстоят с авторскими правами? Потому что, насколько мне известно, многие учебники, они покупаются. А в магазинах очень многие люди покупают сторонние какие-то там кимы и так далее при подготовке к экзаменам. Нет, это только электронные приложения к учебникам, которые допущены. Да, конечно, конечно. Еще самой главной возможностью, скажем так, и особенностью школьного портала является то, что непосредственно классный руководитель или педагог имеет возможность общаться с родителями и с обучающимися. То есть, обмениваться личными сообщениями. В принципе, это очень большой плюс. Я это понимаю, это как раз элемент социальной сети. То есть, то, что было заявлено как принципиальное отличие от дневника.ру, который был раньше, правильно? Да. Вот если мы поговорим о социальных сетях, сегодня, в общем-то, это уже неотъемлемая часть действительности. Наши дети, в общем-то, и подростки, в общем-то, и взрослые люди присутствуют в социальных сетях. Есть даже такая поговоркость, а там нет ВКонтакте, тебя нет в принципе. Тем не менее, эти проекты, они, в общем-то, создавались коммерческими структурами, профессионалами, которых там огромнейший штат находится и так далее. Есть ли какие-то вот элементы социальных сетей, наиболее известных на сегодняшний день, да, которые используются и в данном проекте, которые в чем-то его дополняют, заменяют и которые действительно как-то, ну скажем, перетягивают аудиторию? Да, непосредственно, как я упоминал ранее, есть возможность общения друг с другом, как одноклассники, своими там, одноклассники могут общаться с педагогами, педагоги с педагогами и, соответственно, педагоги с родителями. Есть возможность обмена файлами друг с другом, также создания каких-то групп, тематик определенных, обсуждения, опять же, их, создания блогов своих. Скажите, а вы на сегодняшний день мониторите ситуацию? Я так понимаю, ведь там уже наверняка и группы есть, учеников и так далее. А можете ли на сегодняшний день сказать, как ребята к этому сами подходят? Они именно группы по интересам, ну, предположим, по музыке создают на сегодняшний день? Они в этом заинтересованы, они сами, да, создают определенные группы на различные тематики и, в принципе, это очень актуально в настоящее время. Группа по классам. Далее. Группа по интересам, если готовятся, например, какие-то мероприятия, ребята, есть у нас совет старшеклассников, и вот у них на школьном портале своя группа. Группа родителей, которые общаются между собой, тоже точно так же может быть, как и по классу, или же группа, например, ребят у нас, группа «Школьная жизнь» называется. И вот в ней, в этой группе информация идет вообще, что происходит в школе, какие мероприятия, выставлена таблица по классам, участие классов и соревнования, да, и уже может любой родитель и любой ученик, зайдя в эту группу, быть участником этой группы и может отследить, какой класс впереди, то здесь очень интересно. И свои предложения. Также есть группа, называется у нас «Безопасность», и здесь выставлены все нормативно-правовые документы, например, по школе, и родитель, если ему интересно, то он, естественно, может в свободном доступе позойти и почитать всю информацию, все нормативно-правовые документы. Также еще чем хороший этот портал, можно вести и видеоуроки, что это тоже немаловажно. То есть в онлайн-режиме именно родители могут опять же увидеть, что происходит сейчас в кабинете. Педагог также может добавлять комментарии и дополнительные материалы к проведенному уроку, чтобы ученикам было легче, допустим, ориентироваться по проведенному уроку или по домашнему заданию. То есть это, я понимаю, отсылки, гиперссылки на какие-то выдержки из учебников, тематический материал и так далее. Не могу не задать вопрос по поводу модерации, как все это добро у нас вообще контролируется. Потому что, опять же, если мы вспоминаем какие-то известные социальные сети, которые принадлежат частным организациям, компаниям, то там запросто можно представить ситуацию, когда кто-то создал группу по, скажем, какой-то футбольной команде, в ней находится в этой группе 100 тысяч человек, и вся стена завалена матом-перематом, какими-то порнографичными картинками и так далее. Не будем, в общем, я думаю, никто из нас отрицать, школьники, да очень часто люди недисциплинированы. Это люди, которым еще приходится чему-то научиться. Тем не менее, ну, согласитесь, вот если в школьном портале на школьных страницах что-то подобное будет, как это контролируется? Я с вами согласен, что сейчас, в настоящее время, это, в принципе, одна из актуальных проблем. За всем этим следит школьный администратор, который является внутренним координатором этой системы, и, соответственно, отслеживает, скажем так, какие-то либо негативные группы, либо комментарии. И, соответственно, имеет возможности это удалять. Это закрытое. А может ли ученик привлекаться вот к ответственности в рамках школы? Какие-то дисциплинарные наказания получать? Или его родителям сообщат о том, что вот ваш сын, оказывается, вот такие вот вещи пишет? Ну, здесь он не может просто писать, потому что здесь строго регламентируются пользователи, кто поступает, регламентируется вся информация, которая выводится на общее обозрение. То есть там премодерация, человек что-то написал, и пока это не проверит модератор, оно там не появится. Правильно я понимаю? Да, не появится, да. То есть это строго информационная безопасность. Очень много ей на этом портале уделяется внимания, и просто не может быть. Скажем так, этот портал даже не способствует таким мыслям, чтобы были такие мысли, что можно написать что-то плохое и какие-то позволить себе вольности словесные, да, и высказывания. Ну, потому что он несет другую смысловую значимость вообще в образовании. Хорошо. В целом, и как социальная сеть. Я вас понял. Совсем другое. Скажите, я правильно понял, это проект всей Московской области. Значит ли это, что ученики любой, допустим, первой СОЖ Одинцова, да, школы, могут также свободно общаться не только со своими одноклассниками и одношкольниками, да, но и с ребятами из других школ, из других районов области. Да, такая возможность есть, но это опять же все фильтруется, и, соответственно, все в рамках, скажем так, определенного регламента идет. Если организация, мы вот организация можем между собой также создать группу, например, школы Одинцовского района, и если в эту группу входит, да, а также могут вот мы, как администрация, с администрацией разных школ, так же и ребята создают, например, школы Одинцовского района, создают эту группу, и в нее уже могут. То есть есть локальные и внутренние группы, школьные, есть и группы, скажем так. Межшкольные. Я понял, в общем-то, какой плюс от подобного портала имеет родитель, а если поговорить именно об учителях, я так понимаю, в основном там фишка, скажем так, это оперативность, то есть что-то в школе произошло, учитель имеет возможность без искажений, без всего перенести прямо эту информацию до родителя, донести, правильно? Если говорить об оперативности, опять же, есть, скажем так, возможность отправлять личные сообщения как отдельно родителям, так и, скажем так, в общую массовую рассылку делать. В принципе, это очень большой плюс. Для учителя сейчас, если раньше учитель по своему предмету, есть такая система отчетов, да, отслеживание качества образования по предмету и по школе в целом, то если раньше это делал учитель вручную, все с помощью там калькулятора и на бумажном носителе, то здесь автоматически формируется отчет по предмету, по каждому ребенку выявляется качество образования, да, сразу видна успеваемость, виден каждый учителя, виден качество по его предмету, качество образования по его предмету. И что еще хорошо, учители, скажем так, у нас всегда возникают вопросы, что неправильно поставила оценку, да, например, там, триместровую, вот, мне занизили, то здесь уже никак мы не можем ни занизить, ни повысить, выявляется сразу средний балл ученика и по среднему баллу по системе округления, да, выставляется итоговая, ну, триместровая оценка и итоговая за год. Ну, остается только узнать, в чем плюс для непосредственно учеников, потому что получается, что, ну, пока, вот мне так кажется, система выполняет понятную и хорошую функцию контроля за учениками, потому что, ну, если у школьника все хорошо, то его и контролировать не надо, да, здесь как раз-таки речь идет о том, чтобы родители видели, чтобы до них доходили двойки и тройки, их чат, замечания учить преподавателей и учителей и так далее. Но, тем не менее, вот, все-таки для школьника, кроме получения методических каких-то книг и так далее, есть действительно преимущество от вот именно такой формы взаимодействия с другими учениками, с преподавателями и так далее? Большой плюс в том, что есть, скажем так, возможность лично общаться друг с другом, обмениваться определенными файлами, плюс, скажем так, большой плюс в оформлении самого вот этого школьного портала, потому что он, опять же, заинтересовывает и обучающихся, и родителей, скажем так, в этой системе. Значит, чем он хорош для учеников? У нас же есть ребята, которые, ну, например, взаимовыручка, да, и взаимопомощь. То есть они с помощью школьного портала не надо идти друг к другу домой, чтобы, например, помочь в решении каких-то, ну, выполнении даже элементарно домашнего задания. То они могут это сделать и пообщаться через сообщения и помочь друг другу в выполнении домашних заданий. Есть ребята, которые, ну, не очень разговорчивые, да, там, скромные, и не могут спросить вот так вот, ну, в школе или там, помоги мне. А вот через школьный портал могут, потому что всё-таки, ну, если даже ответил, например, отказал тебе, да, твой одноклассник, то, ну, как-то, наверное, это не очень обидно, может быть, да, что он может не только к одному, да, ну, к одному, он может обратиться и к другому, и не только из своего класса, например, а из другого. Скажите, а вот эти вот сообщения непосредственно, они как-то могут кем-то проверяться, опять же, модератором, или они абсолютно конфиденциальны между пользователями? Это конфиденциально. Сто процентов всегда, да? Потому что, я так предполагаю, что там могут обсуждаться вопросы, не касающиеся ведь школы. Могут, могут, и это уже их личное, здесь уже обязательно действует закон по защите персональных данных. Не могу не спросить по поводу стабильности работы портала. Нередко случаются ситуации, когда государственные структуры, организации, министерства управления заказывают какие-то интернет-проекты, и вообще все связанное с IT, у сторонних частных организаций, которые работу сделали, сдали, исчезли, после чего приходится, в общем-то, проводить краш-тесты на пустом месте, выяснять, что очень многие вещи документально не были никак оформлены и так далее, и, в общем-то, подчищать хвосты. А если мы говорим именно о едином школьном портале, то кто занимался его разработкой? Разработкой школьного портала Московской области занималось Министерство образования Московской области. В настоящее время система работает отлаженно, в принципе, нет никаких, скажем так, каких-то действий, которые препятствовали хорошей работе, только плюс один. И если проходят какие-то технические перерывы в работе, то это заранее предупреждается и оповещается, и обычно это происходит не в рабочее время, а это происходит где-то больше в ночное время, поэтому профилактика, она в любом случае должна быть. Я так понимаю, специалисты именно Министерства образования и занимаются поддержкой также этого портала. Правильно. Ну что же, Алексей Михайлович, очень благодарен, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо огромное за развернутую информацию. В преддверии, в общем-то, уже мая, скоро, мы понимаем, у всех будут там экзамены самые различные. Для кого-то из наших учеников этот год в школе окажется последним, они пойдут дальше по своей жизни. В преддверии этого наши специалисты подготовили небольшую зарисовочку о том, как сегодня учатся люди в одинцовских школах, как учат. Уважаемые телезрители, я вам предлагаю это посмотреть. Не за морями и лесами живут волшебники сейчас. Они приходят в школу с нами, вернее, чуть позже нас. Придет ли снег шумит, ли осень взрывая желтую листу, Они всегда с собой приносят и щедро дарят нам весну. Наши учителя, вам от души спасибо. Вечно будет земля вашим кругом красиво. Наши учителя, сердечные вам спасибо. Мы с ними заново открыли и звездный мир, и дай земли. Они мечтой нас обребили, сердца от памятных воскресенье. Кто строит добрый город, солнце меняет вечный пудрикит. Конечно, это их приносят, конечно, их ученики. Наши учителя, вам от души спасибо. Вечно будет земля вашим трудом красиво. Наши учителя, сердечные вам спасибо. Мы погибаем, видеть сами, как дорогой в любви дошлась, Как трудно ли мы парим с нами, и как еще другим весна. Летет ли снег, шумит ли осень, срывая желтую листву. Они всегда с собой приносят и щедро дарят нам весну. Нашим учителя, вам от души спасибо. Вечно будет земля вашим трудом красиво. Нашим учителя, сердечные вам спасибо. Нашим учителя, сердечные вам спасибо. Ну что же, вот такая у нас сегодняшняя Одинцовская школьная жизнь. А тем временем в нашей студии еще один гость. Алла Юрьевна Уварова к нам присоединилась. Алла Юрьевна не только у нас, получается, председатель управляющего совета Одинцовской школы номер один, но и сама родитель. Я так понимаю, вы достаточно плотно сегодня у нас пользуетесь. Как раз таки нашим школьным порталом. Да. Ну, расскажите, ваше впечатление, насколько он вам вообще полезным кажется, насколько это хорошая затея. Вы знаете, я как мама двоих детей, которые учатся сейчас в первой школе, в десятом классе, мне он очень помогает. Именно школьный портал, именно электронный дневник, потому что всегда своевременно можно посмотреть оценки, можно отреагировать своевременно на эти оценки, не откладывая долгий ящик. Потом, опять же, посещаемость ребенка, тоже это отслеживается буквально. Ребенок пришел со школы, но уже выставлено, где пропуски не было, почему не было и так далее. Вот, потом, в принципе, также общение с учителями, это тоже немаловажно. То есть, поставили оценку, если вдруг что-то, какой-то вопрос возник, что, почему, то есть, задаешь вопрос также в сообщении учителю, и, в принципе, довольно-таки быстро на этот вопрос всегда дается ответ, исчерпывающий. Если мы как раз об этой оперативности более подробно поговорим, то, предположим, четверг, среда, вечер. Вам понадобилось задать вопрос преподавателю по поводу оценки, неважно. А вот вы ему написали напрямую, да, в личное сообщение. Через сколько примерно вы в среднем ожидаете получить ответ? Ну, скажу по своему опыту, это происходило или же буквально в этот вечер, или же на следующий день обязательно, то есть, учитель, открыв. Ну, вот у меня, например, были вопросы от родителей в 0.36. Да, встав утром, я увидела, что у меня есть сообщение, потому что это приходит на почту личную сообщение о том, что на школьном портале есть вопросы от родителей, от кого там все прописывается. И я еще до прихода в школу уже сразу ответила, в 7 утра ответила на вопросы родителей. То есть, другими словами, у учителей нету какого-то там регламента, что они раз в неделю должны заходить, а они раз в неделю и заходят. Они действительно находятся в контакте постоянно с людьми, правильно? Да. Причем это, да, происходит, я считаю, с моей точки зрения, с удовольствием, потому что лишний раз в школу не придешь ежедневно. Во-первых, это отвлекает и учителей, и сами мы, люди, работаем. То есть, и поэтому они очень, скажем так, рады общению. Если родитель интересуется успеваемостью своего ребенка, то они очень, скажем так, быстро на это реагируют. Ну, я бы сказала бы еще так, что такого наоборот, что регламентировано они в том, чтобы давать быстрый ответ и не оттягивать вот эту информацию, которую спрашивают родители. Вот на сегодняшний день вы чаще всего по каким вопросам к учителям обращаетесь? Ну, в принципе, что касаемо, ну, раз домашнее задание. Ну, домашнее задание у нас пишется практически сразу после уроков, но опять же что-то уточнить, если хочется, да, потому что это, кстати, очень тоже большой плюс, домашнее задание смотреть в электронном дневнике, потому что чем старше ребенок становится, тем чаще нам не задают. Да, чем чаще нам не задают. Ну, вот, поэтому что-то, скажем так, какую-то информацию уточнить, это всегда... А приходилось дисциплинарные какие-то моменты решать тоже? Ну, с моими детьми, к счастью, нет. А меня вот что интересует, то есть у нас, получается, есть возможность, в общем-то, собирать с огромной оперативностью родителей, да и детей, в общем-то, и преподавателей вместе. А есть ли вообще теперь необходимость именно в родительских собраниях, к которым мы все так привыкли? Вы знаете, я считаю, что есть. Так, почему? Я считаю, что есть. Очень хочется воочию пообщаться с родителями, потому что возникает много вопросов. Ну, родительские собрания у нас проходят раз в триместр. Вот, и все равно возникают вопросы, которые касаются организационных моментов, особенно если это классы связаны, там, четвертые, девятые, одиннадцатые, то есть, да, связаны с выпускными вечерами, там, и так далее. То есть хочется... Организационного. Именно организационные вопросы, да. Ну, я хочу добавить, что если раньше родительские собрания и учитель собирал, например, раз в месяц, классные родительские собрания нужны были, то сейчас такая необходимость, именно такая необходимость, она отпала, потому что решаются именно через школьный портал. Все просто не накапливаются, которые потом приходится вываливать. А уже вот как раз раз в триместр, это общешкольные родительские собрания, где решаются общие вопросы по школьной, дается общая информация, которую необходимо получить для всех родителей, и потом уже они, родители после общешкольного, идут на свои классные родительские собрания для того, чтобы составить план реализации той информации, тех задач, которые они получили на общешкольном собрании. А есть ли вот на сегодняшний день какие-то перспективы развития? Я так понимаю, у нас единый школьный портал нацелился на то, чтобы стать настоящей школьной социальной сетью. А есть ли какие-то перспективы развития, может быть, предложения от родителей, от преподавателей? Что бы еще хотели бы там? Да, на школьном портале существует, ну, я не знаю, это как не доска объявлений, а существует такая информация, как стена, стена, да, на стене, что там обсуждаются разные вопросы с родителями. Вот, например, сейчас обсуждается вопрос электронных учебников. И вот родители могут там Министерству образования и задать свои вопросы, высказать свое мнение об этом. И вот эта связь с Министерством образования идет прямо напрямую. И не надо писать письма или там звонить, ты можешь здесь задать вопрос. И то, что и родителей, и учителей интересует. И причем это обсуждение вот идет как раз и со стороны и педагогов, и со стороны родителей. И то есть, если на перспективу Министерство образования уже видит реакцию всех участников образовательного процесса, это могут сделать и дети тоже. Высказать свое мнение по какому-то там, если обсуждаемому это вопросу. Ну что же, перспективы действительно весьма интересны. Будем смотреть, как будет развиваться проект. И надеюсь, что в следующий раз, когда мы с вами будем беседовать, он превратится уже во что-то действительно большое, моментальное. И, в общем, плотно войдет в нашу жизнь как действительно удобный инструмент. Алла Юрьевна, Оксана Владимировна, огромное спасибо, что вы к нам сегодня приходили. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о едином школьном портале. Если у вас остались какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели. Кроме того, вы можете напрямую обратиться в общественную палату Одинцовского района на их официальном сайте или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова